МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святает служба информации телерадоя компании Гомель, у студии Натальи Игнатенко. Глядите у этого выпуска. Проверка боегатовности сегодня в регионе завершилась отправка во Узбройные силы Республики военнослужащих запасу. Цирк приехал на гастролях у нашим областным центры один из самых вядомых комиков света. Як у початку весны, у прогнозе на двор я на гэты тыдень мокрый снег, туман и гололюдица. А зараза б гэты меньшим больш подрабязна. Пограничная политика Беларуси накераванная не на конфронтацию с суседними державами, а на умоцевание поясу добра суседства. Про гэты президент краины Александр Лукашенко заявил при ствердженне решения на охобу державной границы. С этой традиционной процедуры начинается год для пограничной службы краины. Гэта мокчимость подвести выники и удокладнит задачи для ведомства. Становище на беларуских межах зауседы сяродно и важнейших питань неудерж политики. Межнародная ситуация такая, что приходится трымать контур державы на постоянном контроле. Хапай негативных моментов, спроб наркотрафику и незаконной миграции. Алина Маганни беларусского боку дают свои выники и эффективность охобы мяжи повышается. Пограничники мкнутся максимально заденечать у працы новой технологии. Иде плановая модернизация и узмацнение границ. Узводятся новые техничные системы охобы на границе с Литвой, Латвией и Украиной. Оптимизация контрольных процедур дозволила повысить эффективность беларуских пунктов пропуску. С учетом возрастания негативных факторов, связанных с незаконной миграцией, наркотрафиком, контрабандой, особенно оружием, перед Госпогранкомитетом поставлена задача увеличить до необходимого штатную численность. Беспрецедентный шаг, но национальная безопасность важнейший фактор. Поэтому я требую принятия счет по высшей мере по увеличению и созданию новых подразделений границ, особенно о чем мы с вами договаривались, возрождение или усиление, скажем так, маневренных групп. Это те группы, которые находятся всегда в резерве руководителей пограничных отрадов и в считанные минуты выдвигаются на направление, вероятно, движения противника, если там обострение ситуации. Пограничная политика направлена у нас не на конфронтацию с соседними государствами, а на укрепление пояса добрососедства. И из этого мы, прежде всего, должны исходить. Не просто на замок наглухо закрывать границу и создавать проблемы для своих граждан и граждан, соседей и вообще тех, кто к нам приезжает, а создавать зону благоприятную. Но в то же время отсекать тех, кто к нам едет с нежелательными намерениями. Особенно это важно накануне вторых европейских игр. Необходимо обеспечить законность и правопорядок, проявляя максимум внимания к туристам и гостям нашей страны. При этом органы пограничной службы обовязаны зауседы быть пильными, принимать меры для спинения правопорушениям и повинны при необходимости уносить изменения у охову национальных границ. Створать надзейный счет однегативу, але запаливать зеленое светло для законно послухмяных подорожников и тех, кто едет транзитом праз нашу краину. Говорка ишла про то, и на кольки сегодня органы пограничной службы сдольные супредстоять выкликам. А их колькасть, констатовау Александр Лукашенко, сёння только узрастая. По выниках грунтовной размобы президент затвердил решение на охову державной границы. Документ станет вызначальным на ближайший год. Преоритеты для ведомства зразумелые. Гэта и особливая увага безпецы кордону на паудневым керунку и развитие инфраструктуры и докладная праца подчас других европейских гульняв. Головная безпека на границе. У отповедности с планом комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности сёння у Гомельской области завершилась отправка во Узбройные силы Республики Беларусь военнослужащих, яке знаходяцца у запасе. Усяго у боевая часть з региона накеровано коля 500 человек. Наши корреспонденты сёння ранецей наведали Гомельский городский военкомат. Гэта уже другая парта военнослужащих, якая накеровается во Узбройные силы в рамках комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности. Рашение об этом было принято 29-го студеня и уже на 4-й день простойники региона пополнили беларускую армию. В военкоматах кажут, что проблем подчас уручения повесток не возникло. До некого до дому приехали посыльные. Некто отримал их по месту працы. Своевременно провели оповещения, используя транспортные средства, используя штабы оповещения предприятий города Гомеля. Военнообязанные с пониманием относятся к выполняемым задачам и своевременно сегодня прибывают для проведения сборов. Усим працующим на предприемствах и организациях час находжения на сборах будет оплошены по середней зарплате. Индивидуальные предпринимальники отримают державную компенсацию – 15 базовых величин. Это крыху больше, чем 380 рублей. Максимальный термин сборов – 35 дней. Если поставленные задачи будут выполнены ранее, никто затримывать резервисты в армии не будет. Непосредственно с Гомеля на этот раз призываются солдаты, сержанты и прапорщики. Некоторые из них вернулись с терминовой службы у сего год тому, некоторые еще в начале 2000-х. Наладших станков с личным программным кированием акционерного товариства Гомсельмаш Микола Тишенко за их леком. Служил в 2003 году, летом призвали в армию. В 12.35 часть в Пинск на связь. Был достойный воинского звания сержант, начальник радиостанции. После прохождения учебной службы отправили в Минск в 20.07. Ну и там подвижный узел связи, выезжали на учения, на комплексные тренировки. Все было хорошо. Знания, приобретенные в то время, сохраняются до сих пор. Опошняя перокличка и посадка в автобусы. Первоважная большинство этих мужчин уже давно не ходило строем, но набытые в свой час навыки не забываются. Про несколько годин яны будут в расположении своих частей и снова опрануть военную форму. Олег Сентюрома, Ренержала, Евген Макенко, телерадо и компания Гомель. Наука, технологии и творчасть. В Гомеле завершился областный конкурс «Техноинтеллект». Все лета его проводили в 20-й раз. Про сит районных и городских этапов пройшли каля сотни наученцев. На областном их так само чекали два выпрабывания. Сначала теория, решение физических задач. После практики – презентация уластных проектов. Усяго день начало шесть секций. Их тематика ответила сучасным потребам науки и техники. До речи, многие конкурсанты працуют над своими проектами не один год. А это, несумненно, повышает уровень работ. За интеллектуальными споборностями сочели не только выкладчики ГДУ имя Франциска Скарыны, на базе якого проходил конкурс. Проекты оценивали так само и представители Гомельского технопарка. Там выполнены, что сяродь сегодняшних юных вынаходников и новоколцев есть и будущие авторы стартапов. До речи, у Гомельским технопарку худко з'явится своя адукационная пляцовка – робокласс, где будут навучаться дети. Первый свой проект мы нацеливаем на детей в возрасте от 11 до 15 лет. Учебно-методические комплексы рассчитаны на три возрастные категории школьников. От 5 до 7, от 8 до 10 и от 11 до 15. Поэтому начнем с такой категории, более старшей, а потом, возможно, будем идти и по другим ступенькам. У нас всегда в 11 классе конкуренция была высокая. В этом году 20 человек представляло. Конечно, конкуренция была жесткая. Я рад очень, что победил. Готовились достаточно долго. Это уже, по сути, проект, которым я работал, он длится у меня уже три года. Узнагороды и дипломы областного конкурса «Техноинтеллект» отрымали больше, как 40 человек. Лепшая из них – представить наш регион на республиканском конкурсе, який отбудется наприконцы Саковика. У Гомельском филиале «Белпошты» сегодня узнагородили переможцев первого этапа республиканского конкурса «Лепший материал про пошту». Передача «Добрый вечер, Гомель» и ее ведущая Наталья Волынец отрымали головную узнагороду у номинации «Телевизионные и вещальные СМИ». Под обязанностей у наступным материале. Конкурс проводится с метой поддержки журналистов, которые осветляют поштовую тематику. Все лето в дел у им приняли 26 работ представников разных СМИ Гомельщины. У своих материалах ауторы адлюстровывали самые разные аспекты деяности поштовой службы, а так само рассказали про людей, которые работают в этой Галине. На почте работают очень трудолюбивые, добрые и замечательные люди. И нам всегда очень хотелось, чтобы о наших маленьких героях знало как можно больше людей. Поэтому несколько лет тому назад гомельский филиал «Рубилпочта» инициировал проведение конкурса среди журналистов на лучшую статью о почте Гомельщины. Со временем этот конкурс был по достоинству оценен нашим руководством и протранслирован на всю республику. Он стал лучше, он стал интереснее. Сейчас в этом конкурсе принимают участие не только журналисты печатных средств массовой информации, но и журналисты радио, телевидения и электронных СМИ. Головные критерии при отборе – творчая складающая и якость подачи материалу. Лепших вызначили у некольких номинациях. У группе «Районные печатные СМИ» перемог материал корреспондента газеты «Життё Полеся» Натальи Коноплич. Сирот областных и городских дуркованных СМИ – призовые месты журналистов газет «Гомельская правда» и «Гомельские ведомости» Ганны Концевич и Карины Тимофеевой. У новой номинации «Телевизионные и радиоавещальные СМИ» перемог проект телеканала «Беларусь-4». За последние годы «Добрый вечер Гомель» стал одним з популярных региональных проектов. Аудитория программы расте за кошт глядачоу, кто любит проводить вечер у циковой кампании и робит выбор на корысть потребных парад, доброй музыки и мясцовых знакомитостей. Благодаря интерактивности стать удельником промога эфиру мужа кожный телеглядач. Наталья Волынец, Игорь Марышенко, Татьяна Волгова, телерадио и компания «Гомель». Браво, брависсимо! У «Гомельским цирку» стартовало новое представление. На арене знакомиты на весь свет итальянский клоун Дэвид Ларыбля. Под кополом гимнаст на раменях и канатоходцы. И, конечно, шматликие номары с удделом дрессированных диких живел. На премьеры программы побывала наша здымочная бригада. Цирковый артист у семим поколении. Дэвид Ларыбля у першыню завитал «Гомель». Стать клоуном он выросил у восемь годов. Сегодня ему 62, и он лишится одним из самых титулованных цирковых комиков у свете. Дэвид Ларыбля свободно володает шестью мовами. На жаль, русского списка нет, однако это и не потребно. Подчас своих выступлений он у Вогулі не размовляет, хиба что спевает. Самые веселые номары с удделом глядачоу. За усе гады працы Дэвид Ларыбля вывел на манеж десятки тысяч человек. Практично невеликий город. У их лику оказались а теперь и гомельчане. Поверьте мне, внутри каждого человека живет клоун. Я выбираю людей абсолютно спонтанно. Вывожу на арену, и моя работа заключается в том, чтобы поднять всем настроение, раскрыв в моих соучастниках их внутренних клоунов. Насыщена новая программа цирка, так само и номарами с удделом диких живел. Так на арену выходят полночные олени, белые тыгры, мядзведи, африканский носорог, а так само гуси и собаки. Усе выступления динамичные и веселые. Есть такие, что захопливают дух. Программа «Браво, брависсимо» продолжится в Гомельском цирку до третьего соковика. Евгений Кухаронак, Александр Харлампов, телерадо «Компания Гомель». Галалёдзица, туман, дождь и мокрый снег. Таким будзе надворья на гэтым тыдне. Завтра опадка у Непрагназуэцца. На протягу суток будзе от 1 градуса до 3 с минусом. Усераду у день, каля нуля, и моцный мокрый снег. В другой полове тыдня крыху подморозить. Водителям и пешаходам варта быть вельми уважливыми на дорогах. Гэты, а так сама иншая новины, вы можете знайсти на нашым сайте у интернете. По адресе www.tvrgumil.by На хэтым выпуск завершенный. Дякую за увагу и до новых сустреч у эфиры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. В ходе проведения первоначальных следственных действий установлено, что мужчина, находясь по месту жительства в состоянии алкогольного опьянения, вечером 1 февраля, в ходе возникшего конфликта с его бывшей супругой, нанес ей топором удар в область правой руки. В результате произошла ампутация кисти. Мужчина оказал женщине первую медицинскую помощь. Скорую помощь подозреваемый вызвал только утром 3 февраля. Потерпевший госпитализированный ее бывший супруг задержан и водворен в изолятор временного содержания. С его участием проводятся следственные действия. Назначен ряд экспертиз. Изрядно загруженный автомобиль привлек внимание милиционеров Будокошелевского райотдела недалеко от деревни Пытьковка. Грузовик остановили и, как оказалось, не зря. В машине были обнаружены 57 мешков комбинированных кормов для животных. При разрешенной грузоподъемности машины в 1650 килограммов общий вес груза составил почти 2,5 тонны. Документов на товар водитель не предоставил. Владельцем автомобиля оказался 35-летний водитель Суп Андреевка, а пассажиром 32-летний сторож склада этого же сельхозпредприятия. Перевозимый комбикорм был похищен ими со склада предприятия, расположенном в городке Широкое с целью дальнейшей реализации. Задержанные с поличным назвали имена еще трех соучастников, а также сторожей сельхозпредприятия, при помощи которых смогли осуществить преступный замысел. Всего в результате проведенных мероприятий по разным адресам изъято 456 мешков различных кормов общим весом свыше 19 тонн, а также 135 литров окрашенного дизельного топлива и 20 литров моторного масла. По данному факту в отношении четырех работников возбуждено уголовное дело. Задержанных по обвинению в краже уже поместили в изолятор временного содержания. На территории Гомельской области за предвыходные и выходные дни было зарегистрировано 86 дорожно-транспортных происшествий, в которых шесть человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. В Петриковском районе 31-летний водитель, двигаясь по автодороге М-10 границы Российской Федерации Гомель-Кобрин, не справился с управлением и съехал в Кювет. После столкновения с деревом микроавтобус опрокинулся. Три пассажира были доставлены в больницу, но после оказания медицинской помощи отпущены домой. В Гомеле 56-летнюю женщину при посадке в троллейбус зажала створками двери транспортного средства. Женщина потеряла равновесие и упала под отъезжающий троллейбус. Пассажирка получила телесные повреждения и была госпитализирована в реанимационное отделение больницы скорой медицинской помощи. На больничной койке также оказался и бесправник, который, вопреки запрету, сел за руль, да еще на хорошем подпитии. В Гомельском районе 36-летний водитель, не имеющий права управления транспортным средством, а также предварительно с признаками алкогольного опьянения, управлял автомобилем «Кадиллак». Двигаясь по автодороге М5 Минцгомель, отвлекся от управления автомобилем и совершил наезд на тросовое ограждение. В результате происшествия водитель с травмами был доставлен в больницу. По данному факту проводится проверка. А в Светлогорском районе 34-летний водитель не заметил на дороге велосипедиста. После наезда виновник скрылся с места происшествия, однако в ходе разыскных мероприятий был задержан. Велосипедист сейчас находится в больнице. По всем фактам ДТП проводятся проверки. Субботним вечером спасатели Будокошелевского районного подразделения ликвидировали пожар в деревне Дербичи. По прибытию к месту вызова внутри кирпичного дома наблюдалось сильное задымление. При проведении разведки спасатели обнаружили труп хозяйки. Пожар ликвидировали. Огнем повреждено имущество и стены в комнате. Причина пожара устанавливается. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Пишем историю. Женская команда гонбольного клуба Гомель вышла в четвертьфинал Кубка Вызова ЕГФ. Ранее так далеко в Еврокубках гомельчанки не забирались. Соперником команды Томаша Чаттера за место в восьмерке сильнейших турниров была хорватская Кока. Оба матча одной восьмой финала прошли в Гомеле. Начало первой игры заставило гомельские трибуны поволноваться. Хозяйки не сразу смогли найти ключ к плотной обороне гостевой дружины. Лишь на шестой минуте Анна Редька смогла открыть счет к гомельским голам. К этому моменту наша команда горела 0-3. Томаш Чаттер во время таймаута привел своих подопечных в чувства и дальше все пошло по хозяйскому сценарию. Практически сразу же гомельчанки счет сравняли, а к экватору первого тайма вышли вперед. Переломный, как потом оказалось, бросок на счету Кристины Охраменко. Оставшиеся до перерыва 15 минут Гомель выиграл у Коки в 8-2 и отправился в раздевалку с комфортным гандикапом в шесть мячей. Во втором тайме хозяйки чувствовали себя уверенно и не подпускали соперниц в счете ближе, чем на четыре мяча. Такая игра продолжалась до 47-й минуты, когда силы покинули хорватскую дружину. Рывок 8-0 и подопечные Тома Жичаттера почти обеими ногами были в четвертьфинале. Победа 30-18. 10 голов в этой встрече на свой счет записала Юлия Голубева. Наверное, скорее всего, сказался мандраж перед домашними трибунами, так как знали, что будет очень много народу. Не могли сначала первые минут 5-10, наверное, прийти в себя. Но потом, как видите, собрались и все пошло как надо, как учили. Балканский гандбул, я вам хочу сказать, что он медленный, у нас более быстрый, поэтому оно сегодня дало свои плоды, свои плюсы. Как бы были в том, что мы их просто перебегали. В воскресенье Тома Жичаттер дал лидерам отдохнуть. В сравнении с субботним матчем главком провел кадровые изменения. Каемова в воротах сменила Шулега, а из полевых в старте остались только Храменко и Селицкая. Правда, в дальнейшем игровое время получили все гандболистки. Гомельчанок надо отдать им должное, добытое днем ранее. Крупная Виктория не расслабила. Да, градус противостояния был не так высок, но на качестве гандбола это не сказалось. Гомельчанки с первых минут вышли вперед в счете и повода усомниться в своем классе не дали. В финальной сирене преимущество Гомеля было не таким серьезным, как накануне, но также вполне весомым. 32-23. Лавры главного бомбардира гомельской дружины в этот вечер примерила Ирина Трезно. 7 голов. Настраивались точно так. Несмотря на то, что вчера была победа, настрой был тоже очень серьезный. То есть тоже была важная очень игра для нас. Результатно-то было. Мы готовы были к их игре, к их броскам. То есть мы полностью их разобрали. Да, что-то не получилось по защите, по нападению. Но две победы у нас есть. Мы этому рады. Томас Чата игрой своих подопечных в этом двухматчевом противостоянии также остался доволен. Доволен. С вратарем первую игру и с вратарем вторую игру. Все хорошо, как договорились. Защита отыграли. Ну, было бы таких ошибок, которые мы готовились. Поэтому, в принципе, доволен. Поздравляю все игроки, что поехали дальше. Соперник Гомеля по четвертьфиналу Кубка вызова станет известен через две недели по итогам жеребьевки. Но подопечных Томаса Чаттера сейчас времени на отдых особо нет. Все мысли уже о предстоящем поединке против главного оппонента на внутренней арене БНТУ БелАЗ. Третье по счету противостояние лидеров чемпионата в этом сезоне пройдет в Гомеле 13 февраля. В Гомеле состязались сильнейшие юные теннисисты Беларуси. На республиканский турнир по настольному теннису съехали 64 спортсмена со всей страны. Сильнейших выявляли в двух возрастных категориях – 12 лет и 11 лет и моложе. В каждой из них заявились по 16 юношей и девушек. Это спортсмены, занимающие верхние строки национального рейтинга. Это второй этап данных соревнований. Первый этап проходил осенью. Осенью, ноябрь месяц был. Сейчас проходит зимой второй этап. Следующий этап – это третий. Заключительный будет – это первенство Республики Беларусь по 2007-2008 году рождения. В Гомельской области представляли 10 спортсменов. Это воспитанники областного центра Олимпийского резерва по теннису. С дюшер Гомсельмаши и с дюшер номер 2 БФСО «Динамо». Гомельчане без наград не остались. Виталий Дробышевский выиграл турнир среди спортсменов 2008 года рождения. Арсений Рященко взял золото в старшей возрастной категории. Отмечу, что по итогам этих состязаний будет формироваться команда Беларуси для участия в первенстве Европы, которая пройдет летом во Франции. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.